Одиннадцатый совет для начинающего видеоблогера. Приучите с самого начала делать сохраненную копию своего канала. Покап вашего канала, друзья, это то, что вы берете то видео, которое вы залили на канал, и вы еще сохраняете его где-то в облаке. Не на компьютере, это может быть Яндекс диск, Гугл диск, Майл диск, где угодно в облаке. Для чего? Ютуб непредсказуем. И рано или поздно бывают моменты, когда даже не по вашей имени ваш канал могут просто удалить, заблокировать, без возможности восстановления. И я ни разу, ни разу за свою вот пятилетнюю карьеру не видел клиента, у которого был бы бэкап до работы с нами. Все почему-то считают, что они несокрушимые. Что Ютуб не имеет права вообще удалить их видео, потому что это же их видео. Вы же правила не считали. Там же написано, что вашего здесь ничего нет от слова вообще. И если ваше видео удалится с канала, то вам никто ничего не должен. Вы должны быть вооружены. У вас должен быть бэкап вашего канала, бэкап, как это делается у нас. Мы можем любой наш канал и канал любой наших клиентов восстановить буквально там за два-три дня. Потому что мы сохраняем в таблице все. От названия до тегов, до обложек и до самих видео. А для чего? Для того, что я атеист, но бережен, но Бог бережет. Бывает так, что раз, потому что у меня такое было. Это же приходит, когда я сейчас делюсь своими факапами. То есть ты встаешь с утра, у тебя полный телефон сообщений, ты его открываешь и видишь там, тебе обещают что-то натянуть на глаз. И ты понимаешь, что случилось страшное. Клиент пришел, его канал на ютубе написано, ваш канал заблокирован за одинократное движение правил и принципов сообщества. И сколько бы мы ни бились, ни сражались, ни… Канал восстановить не удалось. Но благо у нас был очень дотошный монтажер, который все это дело почему-то взял и не удалил. И после этого, когда я открыл дверь ногой к клиенту и сказал, что вы переживаете, мы это все восстановим. Это все очень делается просто, потому что вы связали же с лучшим из лучших по видеомаркетингу. Нет, я понимал, что это случайность, но клиент прям возгордился моей дальнезоркостью. Делюсь с вами. Это была случайность. Но теперь после этого я стал требовать, чтобы были бэкапы. Почему? Потому что, представьте, вы сделали 200 роликов, вы снимали эти ролики в магазинах, делали локации, съемки, актеры, закрывали огромные магазины, сантехники для съемки ваших роликов, да. То есть компания несла посредственно убытки от невозможности продажи в офлайн, а потом это все раз и удалилось. То же самое у вас, бессонные ночи, ваши ролики, все это накрывается медным тазом, потому что кто-то подал три страйка подряд. Делайте бэкап. Пара-бара-бам.